Здравствуйте! В эфире передача аспекта иностранных дел телеканала CBC. С вами Теймур Атаев. Сегодня мы хотим затронуть центрально-азиатский регион. В каком смысле затронуть? Довольно интересный был визит канцлера Германии Олафа Шольца в страны Центральной Азии. Проведены встречи с первыми лицами C5 плюс 1 и отдельно двусторонние переговоры. И об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. Фархад Касенов из Казахстана к нам подключился руководитель аналитического центра А плюс Аналитикс. Добрый вечер! Вечер добрый! Рады видеть вас! И рады видеть вас Закир Усманов, доцент узбекского государственного университета мировых языков, эксперт научного центра караван знаний из Ташкента. Рады видеть вас! Здравствуйте! Добрый день! Добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер! И хотели вас поблагодарить, что у вас там уже позднее время и вы с нами в прямом эфире. Нам очень приятно. И первый вопрос к вам будет у нас, Фархад Бей, потому что все же именно в Астане состоялась вот сегодня встреча, как ее принято именовать, C5 плюс 1. Последний раз, насколько я помню, мы встречались, обсуждали, как раз Жозеп Боррель приезжал и вот сейчас Олаф Шольц. Но Олаф Шольц в большей степени, конечно, представляет Германию. То есть он не по линии Евросоюза прилетал. Да, так получается, Фархад Бей? Да, конечно же. Это федеральный канцлер Германии, Олаф Шольц. И это исключительно визит был как раз и приурочен к налаживанию отношений между странами Центральной Азии и Германии. Как мы знаем, Олаф Шольц посетил не только Казахстан. Сначала он побывал в Абекистане. Сейчас наши детские коллеги, конечно, об этом подробно расскажут. Ну да, мы его и пригласили, будем слушать. Да, да, да. Очень удачно, это очень хорошо. И он принял участие в саммите в формате C5-1, то есть страны Центральной Азии, то есть те страны, которые сами себя идентифицируют как Центральная Азия. И плюс один внешний партнер. Это достаточно сейчас распространенный формат. Он примерно уже с 2019 года начал работать. Наибольшую активность получил после 2022 года. Проводится достаточно большое количество встреч именно в этом формате, где присутствует так называемая пятерка Центральной Азии. И плюс какая-то страна, например, Япония до этого была, США и другие страны Европы, например, Франция и тому подобное. То есть это формат достаточно распространенный и в этом случае можно сказать, говорить о том, что Центральная Азия через подобный формат пытается демонстрировать на мировой арене свою субъектность. То есть то, что мы можем выступать как некое единое сообщество, которое преследует общие взаимовыгодные цели для нашего региона. Да, действительно, это так. Просто мы всегда отмечаем, что когда встречаются руководители государств, главы государств Центральной Азиатской региона, или это Китай может быть, или Соединенные Штаты, или Евросоюз, или, как вы говорите, там отдельно Франция, Великобритания или Германия, вот как раз подчеркивается Ц5 плюс 1. То есть, несмотря на то, что проводятся двусторонние встречи, все же, так скажем, европейским лидерам или самому Евросоюзу хочется как бы вести переговоры именно с Центрально-Азиатскими государствами вкупе. То есть, несмотря на то, что двусторонние отношения поддерживаются и бизнес-форумы проводятся, все же, как бы политика идет в отношении всего этого региона. Ну вот, какие вы можете выделить основные моменты, что прозвучали на сегодняшней пресс-конференции Олафа Шольца? Почему мы говорим пресс-конференцию Олафа Шольца? Потому что, судя по информации, средств массовой информации, президент Казахстана Касым Жомар Токаев не вышел вместе с Шольцем на пресс-конференцию. Да, вообще, можно сказать, что нынешняя встреча, встреча причем в формате как между лидерами двух стран, так и встреча в формате Ц5-1, она, конечно, была во многом интригующая. Но для начала необходимо отметить, что, конечно же, это уже не первая встреча, это вторая встреча подобного рода, подобный саммит стран Центральной Адии и Германии. И если ранее первая встреча была, можно сказать, такой, как бы сказать, рамочной, то есть в ней закладывались какие-то рамки новых взаимоотношений, делалось очень много достаточно громких заявлений о том, что впереди нас ожидает эра сотрудничества, скажем так, задействования немецкого бизнеса, то, что будет активно передаваться технологии и прочее, Казахстан, в свою очередь, конечно же, играет огромную роль для Германии, в частности, занимает третье место по поставке энергоносителей в Германию. То в этот раз, можно сказать, что третья была уже, скажем, она более прагматичная, более жесткая, и на ней уже сбывались определенные конкретные моменты сотрудничества, как такие, которые можно было предъявить прессе, например, там, строительство аэропортов, строительство новых домышленных мощностей и тому подобное, но и одновременно с тем задавались достаточно острые вопросы. В частности, именно как раз-таки, отвечая на вопрос, можно сказать, с подачи немецкой стороны, хотя официально в этом не было вину, было сделано заявление относительно взглядов Казахстана на российско-украинский конфликт. Кроме того, на данной встрече прорабатывались вопросы именно конкретного взаимодействия, то есть можно сказать, что за прошедший год, за время последней встречи, были большие ожидания о том, что немецкий бизнес придет в страны Центральной Азии, но, как оказалось, сейчас многие немецкие фирмы, они еще не спешат это сделать, а многие из них, как бы сказать, опять же, не гласная точка движения экспертов, опасаются каких-либо авторичных санкций и тому подобное, но, со своей стороны, конечно, Центральная Азия показывает, что она все же соблюдает санкционный режим, и поэтому эти страхи беспочвены. Скорее всего, многие моменты были связаны с тем, что идет проработка в конкретных механизмах взаимодействия двух сторон, в частности, например, конечно же, это развитие транспортно-логистических возможностей по маршруту Китая, Центральная Азия, Азербайджан, Южный Кавказ, далее Турцию, Южную Европу, и одновременно еще обсуждаются вопросы по обеспечению энергетической безопасности, то есть налаживание, так сказать, поставок в будущем, как называемый, зеленого водорода, зеленой энергетики, ну и, конечно же, углеводородов, то, что, в принципе, уже сейчас идет. То есть мы видим, что достаточно широкий спектр вопрос обсуждался, и сейчас он уже приобретает свой такой конкретный характер. На самом деле, по сравнению с первой встречей, это более конкретное было, более, скажем, жизненно, если можно так выразиться, и, что интересно, ну, я думаю, это уже в следующем вопросе с вами я обсужу по среднему коридору, потому что господин Токаев как раз говорил о поддержке финансового проекта именно среднего коридора, но просто сейчас хотелось бы услышать уже Закирбея Усманова по поводу германо-узбек, их взаимоотношений, потому что визит имел начало в Самарканде, где проведена была встреча между первыми лицами двух стран. Если можно, поделитесь, пожалуйста, на ваш взгляд, вот основные итоги. Пока имеется в виду двусторонние отношения. Добрый вечер, спасибо за вопрос. Здесь я бы хотел отметить, что это встреча, это уже вторая встреча, потому что в прошлом году еще был визит президента Мильзяева в Германию. Этот визит также, вот сейчас наш коллега отметил, отличается содержательностью, то есть уже не рамки, а конкретные договоренности. Это очень был также содержательный, содержательная встреча в рамках бизнеса двух стран. Здесь еще важно отметить тот момент, что этот визит совершен в рамках того, что идет рост значения всех стран Центральной Азии и Кавказа в мире. Это тоже придает определенную значимость, то, что президент Канцлер Германии совершает визит в Центральную Азию в рамках того, что это тоже им интересно, это тоже им важно. И, соответственно, еще один важный момент, что это растет значимость стран Центральной Азии в глобальном масштабе, в масштабе поставки ресурсов транспорта, транзита, логистика, зеленой энергетики. И если мы посмотрим договоренности, которые подписали, было 8 договоренностей, но самое важное, это для важного Узбекистана, скажем, в сфере миграции, трудовой миграции, мобильности, зеленой энергетики, там проекты «Зеленый водород», «Зеленый аммияк», также проекты в сельском хозяйстве, также проекты транспорта, логистики и кооперация промышленности, привлечение высокотехнологичных производств Германии. Также еще один важный для, например, Германии, это важный момент, это добыча, переработка полезных ресурсов, полезно-скопаемых, которые критические минералы, как мы сегодня называем. Это тоже очень важный момент, и здесь это отличается визит тем, что были конкретно уже подписаны договоры, как я сказал, 8 межгосударственных договоров, и примерно инвестиции на 9 миллиардов евро, это примерно будет 10 миллиардов долларов, и все они конкретно проработаны. Вот это очень важный момент. Здесь мы должны отметить такой момент, что этот визит позволяет сбалансировать экономическое, социальное развитие Узбекистана, а в том числе и Центральной Азии. Если как мы говорим, что в Центральной Азии, как Узбекистан и Казахстан являются доминирующими странами, их возможности повышения экономических, технологических, транспортных, других, позволяет вывести на всю Центральную Азию на другой абсолютно уровень. И здесь это мы можем отметить, что очень важно, уже приобретает конкретные преподные практического действия характеры. Спасибо. То есть, в любом случае, мы видим, насколько на сегодня Центральный Азиатский регион становится важным звеном, как раз и не только уже здесь, транспорт, логистика. Мы видим, что идут попытки внешних сил, во всяком случае, представлять именно только с этой точки зрения, как бы Центральная Азия, Азербайджан, как бы через призму, это Китай, Европа и связующее звено. На самом деле, надо признавать, что сейчас мы можем, говорится, совершенно новой роли нашего региона. То есть, президент Азербайджана Эль-Хамалиев, кстати, и как раз и на пятой консультативной встрече, и на шестой консультативной встрече уже Центральная Азия, как раз там без всяких Ц5 плюс один в лице Азербайджана, это просто была встреча, так сказать, братских стран, дружеских стран, со стран-союзников фактически. И там речь идет о том, что это единый регион, единый ареал с точки зрения того, что это Центральная Азия, Южный Кавказ плюс Каспий. И как раз сегодня вот Фархад Касенов хотелось бы вас послушать по поводу того, что Касым Жамар Тукаев, он предложил даже связать средний коридор с трансевропейской линией. То есть, фактически, это уже более даже конкретный идет вопрос о связке между Европой и Центральной Азией. Опять-таки, здесь мы видим значимости Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Турция. То есть, опять-таки, речь идет о маршруте, но уже с точки зрения геополитической значимости всего нашего ареала. Да, конечно же, есть насущая необходимость в том, чтобы рассматривать два региона. Это Центральная Азия, Южный Кавказ и, прежде всего, Азербайджан как некий большой мега-регион, который имеет огромное значение для того, чтобы развивать вместе с срединый коридор. Можно сказать, что, в принципе, для Казахстана невозможно развивать наши отношения с внешним миром без того огромного значения, которое для нас играет Азербайджан как окно. Окно не только в Европу, но окно и, прежде всего, в мир. Если бы, вот здесь только что вы сказали о том, что идет, была такая мысль высказана о подключении срединого коридора уже к европейскому администральному, но это, в принципе, закономерно, потому что именно все к этому идет. Единственное, что хотелось бы отметить, то, что есть определенные проблемы на этом пути. они связаны с тем, что все-таки у нас очень разное законодательство, как у европейских стран, так и у стран Центральной Азии, Азербайджана и тому подобное. То есть теперь разговор о том, что начинается очень серьезная работа к тому, чтобы каким-то образом синхронизировать наши законодательства для того, чтобы интересы всех заинтересованных сторон были бы учтены. Например, если мы говорим, опять же, о той Германии, интересах немецких бизнесменов, то они должны работать в среде, когда их интересы будут полностью защищены на самом высоком уровне. То есть верховенство закона, оно должно соблюдаться не только на, скажем так, международном уровне, но и конкретно внутри каждой страны. Это основное условие работы европейских бизнесменов. И поэтому, конечно, мы видим в этом вопросе, скажем так, некое замедление, потому что это не самая быстрая часть работы, которую может быть проделана, потому что она требует. И как, скажем, содержательная работа, так и внешнее оформление, внешнее через законы, через парламенты. Внутреннее – это конкретное уже право применения, наполнение содержанием, вот того, что мы говорили. То есть сделать так, чтобы интересы любого инвестора были тут хорошо защищены. Кстати говоря, в этом отношении у Казахстана есть хорошие наработки. Это связано с тем, что у нас существует специальный международный арбитажный суд в городе Астане, который работает в рамках английского права. Там, собственно говоря, судьи тоже международные, приглашенные из Великобритании. То есть в этом отношении есть и наработки, которые можно распространить на протяжении, скажем так, всего маршрута среднего коридора. Вот что бы хотелось отметить в рамках этого момента. Ну и, конечно же, то, что и Азербайджан, и Казахстан очень сильно связаны именно этим проектом, срединым коридором, помимо того, что у нас еще имеется огромная культурная, историческая взаимосвязь, которая в данном случае, конечно же, играет не только наркотик. Да, безусловно, духовная составляющая. Я думаю, мы еще отдельно сегодня, надеюсь, у нас будет время, обсудим. То, что вот вы говорите, безусловно, это важный момент, связанный там, внутренние законы, таможенные барьеры и так далее, налоговые вопросы. Опыт Азербайджана, да и Казахстана показывает, что все эти вопросы решаемы, и они решаются уже сегодня, потому что, безусловно, это бизнес-среда и бизнес-форумы, которые проводятся, точно так и в Баку проводились эти бизнес-форумы с представителями различных государств, в том числе и сюда, и представители немецкого бизнеса, приезжали вот буквально несколько месяцев назад и обсуждались эти вопросы. То есть и Казахстан, и Азербайджан как раз и являются примером, что эти вопросы можно решать. И они, в общем-то, все же решаются довольно быстро и в рамках парламента. Просто есть, конечно, какие-то определенные нормы, их действительно нужно проводить, или решение правительства должно быть, или на законодательном уровне. Естественно, это какие-то моменты, которые требуют время, мы это понимаем, потому что каждый шаг очень важен и с точки зрения интересов Азербайджана, скажем, или Казахстана, или Узбекистана. То есть это не просто должны быть какие-то договоренности, а здесь каждый из наших государств должно быть уверен, что здесь выгода идет. То есть помимо, понятно, что в любом случае геополитика это основа, но и финансовая составляющая, безусловно, должно быть важнейшим подспорьем для того, чтобы эти проекты работали. Сейчас хотелось бы уже и вас послушать, Закербей. Возможно, речь идет, когда вот о среднем коридоре. Сегодня говорится уже то, что функционирует фактически Китай, Узбекистан, Кыргызстан, железная дорога, и там уже работают и перевозки. И речь идет о том, что и подключение к тому же среднему коридору. То есть вот настолько сильно сейчас идет взаимосвязь между нашими государствами, что напрямую, даже если связки нет, то через вот эта железная дорога и средний коридор эта стыковка происходит. То есть действительно на наших глазах реально происходит вот рождение этой регионализации. То есть регионализация, если отдельные, скажем, аналитики на Западе, они больше считают, что мир разделяется. Это опыт как раз-таки Центральной Азии и Южного Кавказа показывает, насколько единым может быть регион. Вот ваш взгляд на это. Спасибо. Насчет средненного коридора я бы хотел немножко взглянуть в историю и наша задача, как экспертов, проводить анализ и давать еще прогнозы. Мы должны понимать, что роль значения средненного коридора в чем состоит. Потому что Центральная Азия и Кавказ столетиями в результате геополитических процессов были изолированы от мировых рынков, от мировых, скажем, центров развития. И вот это значение, я хотел подчеркнуть, средненного коридора в том, что этот коридор, его развитие, оно выводит всю Центральную Азию и Кавказ из изоляции, из глубокой изоляции, из двойной практически изоляции. И прогноз мой такой, что это развитие, интенсивное развитие этого коридора, оно позволяет на ближайшее минимум 50-100 лет сделать прогноз, что будет интенсивно развиваться Центральная Азия в результате развития средненного коридора. То есть этот средненный коридор обеспечивает нам развитие на ближайшие минимум 50-100 и больше лет. То есть вот это я хотел показать его значимость. Еще один важный момент, что этот средненный коридор, он как бы связывает потенциал Европы и Азии, Китая, Корея, всех стран. То есть позволяет, если раньше и Китай, и другие страны Азии общались, было сообщение через море в основном, то теперь, если перед направлением огромных потоков пойдет средненный коридор, через всю Центральную Азию и Кавказ, я хочу привести цифры, что в мире торговля оставляется 60% через море. Если хотя бы даже 5-10% пойдет через средненный коридор, это десятки миллиардов долларов финансов для того же, скажем, для той же Центральной Азии, для той же, скажем, Азербайджана, да, это колоссальные цифры, и то есть мы можем понять перспективы, какие нас ждут. Теперь, насчет развития средненного коридора, сейчас они интенсифицируются, но лично я бы делил проблемы на две, то есть прикладного и фундаментального характера, то, что законы таможни, это юридические законы, они быстро решаемы, они можно очень быстро их решить. Другое дело, что фундаментальный проблем, что он нужно наращивать мощности портов, железных дорог, вот буквально, по-моему, недавно была информация, что Бакук, Тбилиси Карс, ее мощность возросла с миллиона до пяти миллионов тонн, по-моему, в Курык, порт Курык в год везли один из контейнеров, сегодня уже по итогам прошедшего периода привезли примерно 200 контейнеров из Китая. Видите, вот это все, это говорит о том, что очень объемы нарастают в разы, и вот это вопрос, что-то связь, лежит технические, решение технических проблем, повышение пропускных способностей, на территории Казахстана, на территории Азербайджана и Кавказа, портов, их нужно порты увеличивать, в данном случае приглашать интенсивно бизнес, частный бизнес к этой сфере. И вот это тоже показывает возможность Срединного коридора, какое он имеет значение, и страны, я думаю, что будут еще более интенсивно работать над решением этих вопросов. Ну, конечно, вот мы услышали и ваш взгляд, и из Казахстана. На самом деле, на сегодня то, что мы видим, и жизнь показала, насколько транспортные, логистические оттенки мировой геополитики становятся основополагающими с точки зрения поддержания мира, стабильности в регионе. И в этом плане как раз и Центральная Азия, и Южный Кавказ заинтересованы прежде всего именно в том, чтобы здесь была ситуация, когда мир, стабильность и безопасность реальны. И в этом плане здесь мы должны понимать, что в этом должны быть заинтересованы наши партнеры из Европы, и из Соединенных Штатов, и из Китая, то есть фактически весь мир, потому что настолько связка, вот Фархад Касенов говорил, что здесь уже не только, и вы тоже, кстати, Закирмалин, вы говорили по поводу там не только энергоресурсов, здесь же у нас и зеленая энергия, фактически и в Европу, опять-таки там вот эта линия Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция, то есть Узбекистан и, скажем, Кыргызстан, это настолько сейчас тесно взаимодействуют вот с тем же средним коридором, что получается, что и Центральная Азия фактически напрямую выходит на Европу, именно через, опять-таки, средний коридор. Здесь, чтобы как раз подчеркивали вот эту языковую близость, да, Фархад Бей между странами ОТГ, то есть с другой стороны там духовные корни, и президент Азербайджан Аль-Хамалиев выражал благодарность Казахстану и Узбекистану, как он говорил, вот это подарок, там и школа по линии Узбекистана, это уже в освобожденных от оккупации территориях, и Центр творчества, это уже по линии Казахстана, то есть сейчас и по линии Кыргызстана тоже осуществляется проект, то есть настолько мы близки, и что здесь вот эта связка наша, она исходит из того, как на своей инаугурационной речи Иль-Хамалиев как раз сказал в начале этого года, что это единая семья, то есть фактически Тюрк-Тюрк-Тюрк-Мир И сейчас вот к вам такой вопрос, Фархан Бей, ну да, понятно, что у Китая блестящие взаимоотношения и с Центрально-Азиатским регионом, и с Азербайджаном, и на АШОС было подписано документ о геостратегическом партнерстве с Азербайджаном, то есть и Китай, и роль Соединенных Штатов, конечно, и тот же Евросоюз, но в любом случае все же мы видим, что именно ОТГ становится важнейшим игроком, причем здесь еще большой плюс, что у Таджикистана прекрасные взаимоотношения и с Центрально-Азиатскими странами, и с Азербайджаном, то есть опять-таки получается Центральная Азия, Южный Кавказ, перспективы имеются в виду. Да, если говорить о перспективах нашего общего региона, о перспективах Центральной Азии, Азербайджана, Турции в рамках общего проекта Организации Тюркских государств, то, конечно, есть перспективы самые позитивные, об этом уже неоднократно говорилось. Предпринимаются очень большие усилия, делаются большие шаги, то есть можно сказать, что за последние несколько лет, за последние 2-3 года проделана работа, которая ранее не была проделана на протяжении 20 лет, наверное, в частности последние новости это создание единого алфавита на основании латиницы для тюркских стран. То есть сейчас понятно, что это тоже очень сильно влияет на единообразие, то есть, конечно же, языки сохраняются, но увеличивается возможность понимания друг друга, то есть взаимодействия культур и прочего, и прочего, и прочего. если дальше продолжать говорить уже конкретно про организацию тюркских государств в целом о тюркском сотрудничестве, то можно сказать, что мы сейчас начинаем новый период взаимоотношений, то есть период, когда интеграционная риторика и интеграционное устремление всех стран, они становятся выше над всеми возможными разногласиями, которые были там раньше в истории, причем не даже в древней истории, в истории, скажем так, после обретения независимости и прочего, и прочего. Здесь вот только что упомянули Таджикистан, и, конечно же, если, например, брать взаимоотношения внутри циркальной Азии, то надо прямо сказать, что за годы независимости эти отношения порой были очень острыми, в частности, мы знаем какие конфликтные ситуации между первым самым Таджикистаном и Казахстаном, была определенная напряженность между Таджикистаном и Узбекистаном, были такие достаточно сложные отношения как между Узбекистаном и Казахстаном, между Узбекистаном и Казахстаном. Об этом очень хорошо, кстати, говорила дочка президента Узбекистана Саида Мирзиева, когда была в Казахстане. Но сейчас именно как раз таки позитивно то что интеграционные стремления они преобладают прежними скажем так разделили разделяющими наш разделяющими нас тенденциями и сейчас проводится очень большая работа вот на этом саммите который прошел станет впрочем какие на всех самих проводится последний было хорошо видно что страны особенно лидеры стран центральной азии они очень хорошо понимает то что сейчас нам всем необходимо действовать сообща именно если мы будем действовать сообща мы будем можем получить одну как ты больше выгоды чем мы будем действовать поры то есть вот это как-то общее общее благосостояние которое мы можем получить она гораздо гораздо больше того чем если бы мы работали разрозненно разрозненно да вот это разрозненно то есть это конечно же помогает держаться нам во всех отношениях и это же правило работает относительно и взаимодействие стран центральной азии азербайджана и это же я думаю правило необходимо распространить на отношения внутри у т.г. потому что турция это самая большая тюрская страна с огромным потенциалом и как мы знаем давно в то же время при поддержке стран центральной азии при поддержке азербайджана она скажем так будет ощущать себя гораздо более уверенно то есть уже скажем так вес и турции в рамках у т.г. и сама организация т.г. если ты совсем совместно она заставит весь мир с нами считаться гораздо большей степени чем это сейчас и кстати говоря я думаю что страны понимать очень хорошо здесь еще знаете что интересно вот то что вы анализируете как раз таки почему мы еще затрагиваем сегодня тему т.г. на фоне визита шольца центральную азию и даже с учетом того что были проведены и двусторонние переговоры и c5 плюс 1 то есть мы видим вот вы тоже это подчеркните что в европе это хорошо видит именно как единство региона почему это важно потому что в самой европе мы сейчас видим вот именно вот эту разрозненность о которой вы говорите опять таки может быть это к сожалению для мира в целом потому что это создает проблематику и плюс мы видим еще большие проблемы скажем и в той же германии в той же франции с точки зрения того что побеждают там и правые силы левые силы а непосредственно вот нынешняя власть которая возглавляет там правительство они проигрывают и вот в этом плане как раз таки то что стабильность в наших регионах демонстрируют что и политическое лидерство она фактически формирует повестку дня на сегодня это очень важно то есть мы видим единство слова единство действий и это помогает и узбекистану и казахстану но почему вы из представляете страны поэтому я обращаю внимание на астану и ташкент и азербайджан демонстрирует насколько вот политическое лидерство на сегодня это важнейший элемент важнейший элемент геополитики потому что мы видим к сожалению опять таки что вот уровень политического лидерства в европе он фактически исчезает потому что ну давайте вспомним сказка элементарно там маргарит тэтчер или скажем гельмут коль это но совершенно другого полета были лидеры да там да тот же миттеран если не брать и вспоминать его это фактически люди которые за чьими словами шли действуя сейчас мы видим в корне иное но это так скажем общий геополитический вопрос сейчас к вам еще хотелось бы услышать вас закир усманов наверное это последний вопрос где но он может быть чуть чуть шире попробуем подойти как вы относитесь к термину большая центральная азия вот мы очень часто слышим что речь идет о большой центральной азии то есть там ставится вопрос об афганистане вот с учетом того что возможно строить какие-то новые отношения уже в глобальном плане то есть расширять азию и в ту сторону вот ваше отношение к самому этому термину да очень такой интересный вопрос вот мне сейчас понравился понравилась мысль нашего коллеги да что будет возрастать значение тюркских стран у т.г. всего вообще его вес значения в мире и здесь я бы хотел отметить что как раз вот президент поднимал вопрос один из главных вопросов это сотрудничество рассмотрение поддержки помощи афганистану то что нельзя оставлять афганистан со своим проблем наедине хотя конечно там еще не признанное правительство руководство я думаю что большая центральная азия это уже вопрос времени вопрос ближайших лет потому что мы с вами видим что очень большая устремленность потому что что наш коллега сказал 20 лет сколько лет ушло мы не могли интегрироваться это конечно было объективные субъективные факторы свои и то же время мы сегодня видим что роль лидеров тоже стран центральной азии играет роль их как вы сейчас показали например там европы да то роль лидеров политической как у нас на узбекском и родосы воли лидеров тоже играет большую роль то что например сегодня центральная азия и кавказ сложится большой один регион это мы видим на примере азербайджана что азербайджан нам позволил соединиться с турцией когда мы говорили турция мы говорим что это очень далеко от нас очень далеко изолирована а вот сегодня турция она как никогда ближе к центральной азии благодаря азербайджану благодаря ему лидерам и здесь мы можем видеть на примере скажем лидеров стран скажем космиджомарта только его брезю айва да что идут очень большие интеграционные процессы это вопрос времени другое дело что по каким-то мы впереди по каким-то мы отстаем но это уже будет я думаю что преодолеваться это преодолевается и нужно будет решать вовлекать опять же тот же афганистан всю центральную азию без безопасности в афганистане нам будет сложно тоже развелся это тоже нужно учитывать и мы с вами видим что это казахстан тоже проявляет постоянный интерес узбекистан проявляет интерес в экономическом развитии с афганистан они вовлекают постоянно до афганистан в экономические другие процессы я думаю что это ближайшее время мы увидим что институционализацию и особенно я хочу подчеркнуть что организация государств это как бы сказать наш будущий образ когда мы с помощью этой организации и институционализации мы имеем очень много плюсов очень много в мире так сказать дивидендов мы получим и вот эта организация чем быстрее мы сможем развивать там здесь по всем параметрам экономическим культурным языковым вот я могу даже отметить что несколько лет назад приняли упрощение между тюркскими странами по таможенным процедурам это тоже продвигается то есть идет процесс по всем параметрам языковой параметр таможенный транспорт логистика я думаю что это вопрос времени ближайшие несколько лет что тюркская организация государств будет еще больше значимый вес и мы получим синергетический эффект когда у казахстана есть ресурсы и географическая возможность узбекистана есть население у азербайджана география тоже нефть да и турция технологический потенциал и других стран это все вместе дадут очень я думаю что ближайшее время еще один минимум как минимум полюс в мировом масштабе глобальный полюс и будет играть окажется воздействие на мировые геополитические процессы я думаю что мы это с вами увидим мы сейчас видим начало этого процесса я думаю что мы этого дождемся в ближайшее время ну и еще тогда у нас остается немножко времени хотелось бы ну минуты две буквально две-три минуты вас услышать все время говорим что любое геостратегическое партнерство или там союзнические отношения как вот скажем между азербайджан и узбекистан просто это к вам вопрос за кирбей подпитывается культурно-гуманитарными мостами вот мы видели там дни культура казахстана в азербайджане азербайджан на казахстане то же самое с узбекистана вот ваш взгляд на культурно-гуманитарные связи между нашими регионами буквально минуты две если можно вы это знаете очень мы всегда вот я сам люблю очень много слушать азербайджанские песни здесь шавкат олег первая почти каждый день слушаю эту песню у нас очень большие культурные связи в музыке в культуре в образовании например очень много проходит фестивали я думаю что это нужно интенсифицировать все образование научно научного обмена тоже и очень важный момент здесь опять же повторим что у нас нету между странами преград каких-то наоборот очень много единства и вот это культурное пространство которое мы должны создавать вместе совместно должно не должно быть препятствий что какой-то единый канал единые культурные основы и таких мероприятий должно быть очень много вот мы например я могу привести пример что только казахстане есть казахско-турецкий университет имени ассави нам нужно в турке в туркистане в азербайджане ташкенте там в других странах нужно побольше таких университетов и побольше научных обменов тоже и это не должно быть что год культуры скажем азербайджана проводится раз в год в узбекистане или там год то есть это если не каждый месяц хотя бы там понимаете побольше интенсивных фестивалей кино там очень много это нужно интенсифицировать и я думаю специалисты правительства над этим будут работать у нас очень потенциал вот я еще раз сказал вначале что мы были изолированы друг от друга и вот это нужно нам навестать это сейчас очень благоприятные условия в этих и я думаю что мы решим эти тоже вопросы безусловно безусловно хотелось вас и поблагодарить за подробный такой разговор в принципе мы начали с визита олафа шольца казахстан встречи узбекистане и все равно мы возвращаемся к организации тюркских государств почему потому что да действительно мы видим здесь и бизнес форум произошел и огромные перспективы о чем мы и ну вернее вы сказали там между центральной азии и европы но в любом случае сегодня в условиях регионализации правда говорится иногда и фрагментация мир фрагментированный там разделенный а вот о тг показывает что мир объединяться он может объединяться вот сейчас ну еще такой у меня ремарка небольшая то что коп 29 должен пройти в баку дай бог ведь ставится одна из задач и и озвучил глава государства или храм алиев что будет сделан реальные шаги для взаимопонимания сближения глобального севера и глобального юга потому что мы очень часто слышим что на сегодня глобальный юг становится важнейшим геополитическим игроком и так далее мы видим кстати какого встреча была вот буквально несколько дней назад чуть больше недели скидки китай и страны африки то есть мы видим насколько эти регионы становятся важнейшими с другом стороны движение неприсоединение которое за период возглавления азербайджаном стало одной из важнейших структур мировой политики сегодня мы видим что именно в рамках и движение неприсоединения в рамках бакинской инициативной группы идет фактически борьба с проявлениями неоколониализма то есть именно вот наши государства становятся лидерами решения определенных вопросов мирового уровня мировой значимости в этом плане безусловно средний коридор о котором говорилось именно вот в астане становится вот тем самым звеном не только маршрутом повторимся но именно геополитическом который демонстрирует роль и значимость наших государств напоминаем что с нами сегодня были гости из казахстана и узбекистана закир усманов эксперт центра и караван знаний и руководитель аналитического центра а плюс аналитик фархад касенов постарались рассмотреть отдельные оттенки визита олафа шольца в центральную азию визит значимый и в то же время как мы видим все равно организации тюркских государств на сегодня она объединительной ведет объединительную работу между нашими регионами и как говорил президент азербайджан аль-хамалиев именно вот эта связка центральная азия южный кавказ и каспий становится одним из основополагающих звеньев и мировой геополитики оставайтесь и беси следите за нашими программам следите за аспектами иностранных дел будьте в курсе всех важнейших вопросов современности спасибо за внимание